Девушки отдыхают Переводы, кто сравнивал, собственно говоря, существует перевод Конрада И существует... Древний китайский текст так устроен, что перевод очень сильно зависит от того, какова у тебя концепция вообще по поводу этого текста Древний китайский язык, он очень контекстный Сунь-джи это даже еще не самый экстремальный вариант Есть такие книги, которые отличаются очень сильно в зависимости от контекста Например, книга «Перемен» или Даудетин Вот по книге «Перемен» на английском языке библиография это такой том на 400 страниц Переводов книги «Перемен» Том на 400 страниц То есть люди приходят новые, начинают узнавать язык И начинают понимать, что то, что они прочитали в переводе, который был, оно очень сильно отличается от их понимания Другое дело, конечно, здесь, особенно пока ты молодой, у тебя масса заблуждений, ты понял два иероглифа, и ты постиг в них какой-то глубинный смысл, и тебе кажется, что ты сейчас Потом ты туда заныриваешь, и очень сколько тебе хватает воздуха в своей жизни, ты все время возвращаешься к вещам, которые ты уже читал Ты читал и переводы когда-то, ты сам переводил И вот у меня недавно, значит, я открыл Джуанзе, любимого своего, с тем, чтобы кисточкой переписать чудесную притчу про механический ум, значит, которую я невероятно люблю И которую я переводил, читал, пересказывал, в оригинале смотрел 10 раз, значит, я переписываю и понимаю, что вот фразы, которых я не видел Вот то же самое случается с Дао Дэ Цзином, то же самое случается с книгой «Перемен», которую я, Дао Дэ Цзин я переписал, ну, я не знаю, десяток раз от руки по-китайски, знаете, это там выше Я не говорю о том, что я его перевел там пять или шесть раз, каждый раз находя разные слова Но меня вообще потрясает глубина и богатство языка, я очень люблю, я когда перевожу тексты, я очень люблю редактировать тексты Поверьте мне, что если сейчас возьму оригинал и начну переводить еще раз Суньцы, это будет другой перевод И другой перевод не только потому, что у меня какие-то новые понимания возникают, потому что есть, наверное, ну, элементарно говоря, два подхода вообще к переводу древних текстов Вот, конечно, современный текст, он отличается, потому что ближе по контекстам Древним текстам вот есть два подхода, один, когда ты, как бы ты знаешь грамматику, у тебя есть словарные составляющие, и ты по грамматике пытаешься подставить В древнекитайском языке грамматика очень такое понятие плаващее, понимаете, есть ли там грамматика или нет грамматика Слово «грамматика» оно само древнегреческого происхождения, там слово «грамота», да, иероглифический способ восприятия мира, там, описания мира, он иной И я вот, когда переводил, например, и Джуанзе, и Суньце тоже, Конфуция, я что делаю? Я беру сначала с оригиналом, конечно, там перевожу, смотрю всё это в словарях, что-то складываю После этого я закрываю этот текст и переписываю обязательно его сначала до конца Потому что очень сильно влияет на тебя структура чужого языка, и ты, к сожалению, ломаешь под неё свой язык Он тебя притягивает к каким-то неуклюжим оборотам, а очень, ну это же люди, они же говорили и писали не на древнем китайском языке Они писали на своём родном языке, на котором они выражали мысли блестящие, да И для них это был не просто там невероятно живой текст, он был глубокий текст, он был живой Поэтому, конечно же, если у тебя возникает, что ли, своя картина мира, в принципе, да Там своя картина мира, своё понимание того, как устроен этот мир И я понимаю, что вот эти древние персонажи, они имели об этом мире какие-то свои представления, свои картинки Свои семантические какие-то слепки, которые мне очень хочется наложить на свои Поэтому, конечно, я сажусь и перевожу Я не знаю, мне сложно судить, лучшие переводы это, хуже эти переводы, точнее Там неизбежны какие-то, наверное, ошибки и заблуждения обязательные Но это даёт, это даёт, я же перевожу книжки и, в общем, китайским этим языком занимаюсь, всеми китайскими текстами Мне неловко это говорить, но не потому, что я хочу, чтобы прочитали мои какие-то штуки Потому что это способ погрузиться в эту ткань, понимаете Погрузиться в эту ткань и себя поменять с помощью этой ткани, как бы подладить Ты когда настраиваешься на понимание того, что же там написано Вот Суньце он начинается с того, что война это Годжидаши Это великое дело для страны Понимаете? И, в принципе, это простые слова Я иногда вот говорю о том, что вообще Лао Цзи Дао Цзин, что это такое? Китайская мудрость — это красиво составленный набор банальностей в непонятном порядке То есть это очень банальные вещи Но суть мудрости — это суть прямого указания на какие-то очень простые вещи Которые в усложнении вот этого ума, разума, которое у тебя, какого-то образования Ты же прочёл какое-то количество книг Там что-то себе вот этими словами всё время думал и думаешь Очень трудно прямо указать на какие-то штуки И так, чтобы их понять И у Конфуция с этой точки зрения есть потрясающая совершенно фраза Определение знания Что такое знание? Нам говорится, если знаешь, то и говори, что знаешь На то, что не знаешь, говори, что не знаешь Это знание Я не знаю, ответил ли я на вопрос, скорее всего, нет Борислав, каждый понял по-своему Каждый что-то вынес в любом случае Но я хотел бы зацепиться за фразу, которая прозвучала в самом начале ответа По поводу контекста То есть очень важен был контекст, в котором делался этот перевод Вот лично для вас, что это был за контекст, когда вы приступили к переводу книги? Вопрос, следовательно, он называется Суньцзи Бин Фа В принципе, большинство людей знает, что это Art of War Искусство войны Значит, авторство Суньцзы Слова искусства там нет Чтобы было понятно Значит, Бин Это вообще-то в большей степени оружие, чем война В каком-то подавляющем большинстве контекстов никто никогда не переведет это как война И вот, собственно, на самом деле, правильно, если сказать Ну, иногда ради красоты, знаете, ради красного словца не пожалеет овца И это отца, овца, там, молодца, и так далее И косца, бойца Значит, и поэтому Вот то, что это называется как искусство войны Это, конечно, не так Потому что Бин Фа Это методы применения оружия Что такое оружие? Оружие — это силовое воздействие с помощью каких-то инструментов То есть это, на самом деле, если толковать, что такое Бин Фа Суньцзы Это методы применения орудий силового воздействия для решения конфликтов По сути дела Вот контекст был такой А на самом деле мы все время находимся в конфликтах разного характера Не все они военные, как таковые Но мы же все время, мы же люди Мы друг на друга все время стараемся влиять И все время эти способы влияния, потоки влияния сталкиваются друг с другом И каким образом побеждать Поэтому у меня есть еще подзаголовок «Искусство побеждать» Но при этом, когда я подписываю книги, это увидят, я все время желаю красивых побед и поражений Потому что в великом романе «Трое царствие» Лу Гуанчжу на 14 века, одним из таких смыслообразующих романов Постоянно встречается фраза, которая ссылается на Суньцзы Это когда кто-то там, вот 100-тысячная армия на другую 100-тысячную армию Значит, за победой и раз и проиграли Значит, и армия разбита, и он возвращается куда-то Голову пеплом посыпает, пепла не хватает Всю голову засыпать, так много надо засыпать А ему говорят, да ну чего ты паришься на войне Победы и поражения дело обычное Вот я, чем старше становишься, ты понимаешь, что значит поражение такая штука очень полезная Потому что там все время хочется каких-то побед, а проигрывать мало кто умеет Вот такая вот история Для меня в значительной степени вообще все это научение искусству вот этому войны Это не искусство побеждать Побеждать как-то там, как-то всяк умеет победить Ты попробуй правильно потерпеть поражение, понимаете Вот как бы, и мне очень нравится эта фраза От поражения к поражению От поражения к морожению идешь к большой победе Понимаете, от одного маленького поражения к другому поражению идешь к большой победе Я очень часто говорю каким-то своим друзьям, которые у меня иногда спрашивают победу По какие-то советы по этому поводу Я говорю, я даже не знаю, есть ли это в Суньдзе Мне даже иногда кажется, что я это и сам придумал Есть какие-то вещи, которые ты домысливаешь Потому что он дает тебе этот контекст Он дает тебе фрейм, он дает тебе какую-то логику Вот у меня есть два таких варианта, связанных с Суньдзе Один это как раз такое, что победу отдай врагу, а себе возьми плоды Это я очень люблю, эту историю Поэтому сам я в подавляющем большинстве случаев сейчас пользуюсь этим способом Когда меня кто-то хочет победить, так они, ну победите, победите Ну вот, а вопрос вот плоды как отжать, вот как-то сделать, чтобы человек вот это вот себе награды повесил Значит, сказал, что вот я такой, ты такой сикой, а я вот такой сикой, понимаешь На тебе победу На тебе победу, а мы там разберемся с этим Это первое И второе, я думаю, что вы помните в Суньдзе эти чудесные слова Про то, что он высшего уровня полководец Разрушает или нападает на замыслы противника Следующего за ним уровня полководец Нападает на его союзы и связи Это когда мы с кем-то ссоримся, мы начинаем говорить Слушай, ну вот этот вот с этим, он и это По ушам ездить кому-то, вот это союзников уничтожает, значит, как таковое И только самого низкого уровня вот атакует крепость Вот это вот, я тебе, вот, вот, вот Это значит, что ты уже проиграл давным-давно Но я продолжаю эту мысль, я говорю, что Но самого высшего уровня, он вообще не полководец Он вообще не воюет Он противнику создает эти самые замыслы Так что он и не понимает, что он ему их создает Он ничего не разрушает Он просто подменяет, замещает, создает эти замыслы Для того, чтобы противник не был противником, а был другом Вот, на меня вот этот вот высший уровень искусства войны Как таково, что касается контекстов, я все сказал Где, продолжая эту мысль, вершина воинского искусства, победить врага, не вступая в бой Это да, это более того, вершина воинского искусства Она изложена Для того, чтобы понять этот текст Нужно, конечно, знать дауду дзин Горшина воинского искусства заключается в том, что вообще никакой войны никогда и ни с кем не было Но если тебе приходится таки вступать в войну Если ты такой дурак И тебе не удалось таки вот это вот не вступить в войну А вот это вот начинать тебе Вот возникает эта необходимость показывать кому-то Какой ты, блин, и какое у тебя детство было тяжелое Зато какой-то сейчас ты крутой То, конечно, лучше как можно быстрее проиграть Абсолютно правильно И с этой точки зрения, вот Суньдзе, почему Суньдзе? Он много говорит, что, конечно, правильная история Когда не было урона ни твоей армии, ни армии противника Когда война ведется таким образом, когда нет разрушений Потому что если ты вот победил Потом он же вот действительно говорит об этом Потому что война это какие-то же огромные расходы Значит, вот это вот совершенно ни к чему Как-то доводить до вот этих самых расходов, трат Поэтому, конечно, да, лучше воевать, не воюя И опять в Даудзине говорится, что настоящий войн Он никогда не агрессивен Это раз И это сложно Сложно И решать конфликт добротой Это не значит быть слабым Значит И побеждать с помощью мягкости и слабости Как говорится в Даудзине Это гораздо круче, чем побеждать с помощью твердости и силы Самая хорошая защита это дистанция Начался пинг-понг Друзья, мы перейдем обязательно Перейдем к вашим вопросам чуть попозже Я, кстати, хотел бы заметить, что, Бронислав, вы начали упоминать другие трактаты и труды Они начали волшебным образом нашими же руками наших же сотрудников появляться на этом столе Уже появился Суньцзы «Искусство побеждать» и, более того, Суньцзы «Искусство войны» в комиксах Но это все то же самое Но я хотел бы этот момент подчеркнуть особо Просто 2400 лет назад примерно труд вышел Я не путаю? Ну, типа того Ну, в комиксах переиздают спустя 2500 лет Почему? В чем секрет? Еще и секрета никакого нет Книга старше Пибли Ну, старая книга, древняя книжка Я хочу сказать, почему в комиксах Эти комиксы очень интересная история Это такой есть автор, здесь такой Цхайджи Джун Значит, который отрисовал в комиксах вообще всю китайскую классику Абсолютно Там отрисованы и четверокнижие конфуцианское, и сам Конфуций Лао Цзи, Ле Цзи, Джуан Цзи, книги Перемен Там много, у него около 20 книг И эти книги в Юго-Восточной Азии разошлись тиражом более 40 миллионов экземпляров Это тайваньский автор, он мультипликатор Значит, делает мультипликации Сделал очень хороший формат подачи Значит, с моей точки зрения То есть, кому-то кажется, что нужно проще Кому-то кажется, что нужно сложнее Просто есть разные целевые аудитории Ну, вот, сделали такое Я не могу сказать, что была моя мечта Дело в том, что мне про этого Цхайджи Джуана говорили мои китайские друзья Дай бог, лет 25 тому назад Они говорили, что ты все копаешься с этими оригиналами Лао Цзи, вот возьми, вот Цхайджи Джуана переведи Вот ты вот тогда, вот у тебя будет успех Значит, они мне советовали И так как я вообще по жизни давно понял, что вообще нет Вообще ничего, что у тебя не осуществляется У каждого свое Значит, но я вот осторожен с волей и изъявлением в этот мир Потому что, в общем, все, о чем бы я ни говорил когда-то в жизни Осуществилось еще и с бонусами Знаете, как-то так И иногда эти бонусы совершенно неожиданные Иногда ты и не помнишь, что ты заявлял и просил И оно к тебе приехало, да? Потому что, что с этим делать, основной вопрос Понимаете, потому что здесь Ну, вот живешь Эта китайская традиция, она, конечно Что-то во мне поменялась Я точно не китайец И китайцем я не стал там И современный Китай, и древний Китай Это, как говорят китайцы, Лен Машер Или в Одессе говорят две большие разницы Да, вот это вот такая история Что переводится дословно практически Я точно совершенно не китаец Но и не европеец Мне ближе вот это вот Ты живешь во времени И во времени Вот все мои 24 часа в сутках Они настолько плотно забиты Вот прям, вот знаете, с каждой минутой И чем дальше живешь, тем время больше уплотняется Вот у него становится, что ли И вот сказать, что меньше Мне абсолютно на все хватает времени Я никогда никуда не тороплюсь В общем, потому как старая эта история Древнекитайская Куда торопиться, ты уже давно везде опоздал Это первое, значит И второе Так уже давно приехал Куда надо И более того, торопиться можно только в пространстве А время можно только переживать И если переживание времени вот сейчас в данной точке набирает темпы Я же могу стараться как можно больше, быстрее рассказать Вот что-то А могу и не торопиться Понимаете? И вот эта вот тема А вот эта вот древняя, что ли, древняя размеренность Способность во времени плыть мягко и тонко Переживая эту реальность Собственно говоря, это единственное Из-за чего я всей этой глупостью китайской занимаюсь Бронислав, прозвучала фраза от вас Что вы ни в коем случае не китаец И вот потом задумались вообще К кому себя отнести А вот я хотел бы в парадигме В разрезе лидерства вообще поговорить об этом А вот чем отличается понятие лидерства в Китае В современном У нас и, допустим, в древнем Китае Коля, коли уж мы говорим, что это две разные страны Ну, вы знаете Вот я когда начинал ездить Я первый раз в Китай приехал в 1988 году Переплыл на катерке таком Через речку, которая по-китайски называлась Река Черного Дракона И сейчас так же называется Хэ-Лун-Дзян Значит, речка Черного Дракона Это был год дракона по китайскому календарю Я, собственно говоря, поэтому туда и поехал Это город Благовещенск Значит, что в переводе на древнегреческий Будет Евангельск Значит, вот я туда приехал Переехал на другую сторону Значит, и увидел Китай И... У меня никогда, кстати говоря, не было желания попадать в Китай Но я увидел, что там Это был 1988 год И у нас тоже начались перемены И я так себе сформулировал в то время, да Значит, что у них уже получилось То, что у нас уже не получилось Значит, что у нас получилось Это другой вопрос Мне на самом деле нравится то, как происходит вообще Вот это вот изменение, перемены как таковые Что происходит в России Мне нравится Мне нравятся люди, которые сидят и которые окружают меня Очень разные, в разных контекстах Там, в разных социальных слоях Мы живем в невероятно интересной стране В невероятно интересное время Мы невероятно экзотичны По сути дела, по своей Значит, и... И быть здесь И как бы впитывать весь этот мир Всю эту реальность Это большая удача, наверное Но при этом я знаю, что абсолютно у всех жителей на планете Такая же удача тоже есть То есть мы абсолютно все равны И это не повод для самоутверждения И вот дело в том, что в Китае лидер Знаете, он знает Что до него было еще 83 поколения таких же лидеров И каждый из которых про это думал И вот этот вот, что ли, мощь Мощь пласта культурного В Китае она невероятно огромна Это я все время привожу У меня уже самого, наверное, я оскомину себе набил Факт такой статистический Что есть такая антология поэзии династии Тан Династия Тан существовала с 6 века нашей эры По 9 век нашей эры Значит, довольно давно То есть 500 какого-то, 70 какого-то года Потом, значит, 900 какой-то, да Там 800 И вот в нее собраны стихотворения Выдающихся поэтов Выдающихся поэтов Выдающихся поэтов того времени Числом 48 тысяч стихотворений Написанные двумя тысячами, двухстами Вот этими самими выдающимися поэтами того времени До этого там еще было много поэтов И после этого было много поэтов А еще было много писателей Значит, создателей научных трактатов В общем, ты когда вот эту вот китайскую вот эту вот конструкцию трогаешь Она огромна Просто огромна И поэтому любой Вот ты когда вот эту вот лидерскую тему трогаешь Это как в китайской лавке Когда приходил я вот вначале там И, значит, с жалкими своими юанями Неправедно заработанными Пытался купить какие-то колониальные товары Я видел, что эти люди Из традиции торгуются, понимаете Они не потеряли эту тему Они знают, как из тебя эти деньги добывать Вот это вот И за каждым из них стоит поколение, 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 поколение Людей, совершающих одни и те же действия Это так, как в великом тексте, конечно, библейском Моем самом любимом в Экклезиасте говорится Что род человеческий приходит и уходит А земля пребывает вовеки И нет ничего нового под солнцем И чем старше ты становишься Тем, конечно же, ты понимаешь, что действительно Ничего нового между людьми Под этим солнцем не происходит Не происходило и никогда не будет происходить Вот, и поэтому лидер в Китае Знает, что вот Те же самые танцкие трактаты Про лидерство, про чиновников Про то, каким должен быть чиновник Каким должен быть лидер Про технологии образования Воспитание императоров, руководителей Просто там Это основная тема, что там Очень много своего вот этого Аутентичного, изначально сделанного А у нас, если взять про управление Ну, что нужно брать? Все знают, Макеавелли, государь Такой русский, такой мыслитель Знаете, недавно Такой А там 520 трактатов Значит, и в каждом разбирается Да рассматривается Вот у каждого человека У тебя нос такой Глаза такие Куда ты подходишь Куда ты не подходишь Я вот сейчас у меня один текст Третьего века нашей эры Я его хочу превратить в ИЧАР-технологию Для какой-то большой государственной корпорации И, скорее всего, я это сделаю Однозначно Друзья мои, не могу я узурпировать Ваше время Только единолично Поэтому, я думаю, мы приступим уже К вашим вопросам Давайте только сделаем это организованно По руке я спущусь к вам Передам вам микрофон в руки Пожалуйста, вы будете первыми По одному Ладно, только я знаю все эти приемы С вопросами-матрешками Когда в одном вопросе 5 Давайте, если будет время Пожалуйста, ходь по 10-му кругу Нет проблем Пожалуйста, представляйте Здравствуйте, Александр У Сунизы там есть такие слова Культивируя мужество Получаешь ненависть Можно ли сказать, что сегодня В обществе у нас культивируется мужество И мы получаем ту самую ненависть Так или иначе И это в какой-то степени Мешает нам Как нации, может быть, даже Двигаться как-то вперед Я не думаю Я, видите, я еще же много переводил текстов По традиционной китайской медицине Значит И там вот мужество Это что такое? Мужество – это некое такое Усилие духа Которое способно преодолевать страх Страх, значит, который порождает ненависть А ненависть, она связана с гневом Дальше туда идти, значит И по китайской вот этой технологии К этих самых пяти стихий Если ты что-то порождаешь одно То оно, конечно, порождает другое Опять в том же самом экклезиасте говорится Что во многой мудрости много печали Кто, значит, порождает Кто там умножает познание Тот умножает скорбь То есть, в принципе, ну это все же во времени Чем-то умножится это потом Дело в том, что во времени все происходит одновременно Если ты делаешь ставку одну на что-то одно Да, вот как таковое То вот оно то породит, но там-то у тебя просядет Вот здесь вот выпукло, а там впукло обязательно будет Поэтому сама по себе увлеченность Несистемными ставками на что-то одно Как таковое Значит, оно всегда приводит к тому, что происходит перекос То есть, если ты очень сильно перекачиваешь голову То ноги у тебя будут слабыми Да, вот если ты вот это вот там спину качаешь У тебя вот здесь что-то вылезет И в китайской медицине говорится Если болезнь слева, то лечишь справа Если болезнь внизу, то лечишь сверху И так далее Поэтому, конечно же, как в Дао Дэцине говорится Нет ничего лучше, чем держаться средины И поддерживать равновесие Вот у меня такая точка зрения У меня вопрос такой Ваша книга называется «Искусство побеждать» Она касается роли, значит, в основном полководца И, значит, ситуация, которая касается боевых действий То есть войны А вот с точки зрения искусства побеждать, например, в жизни При необходимой обороне Можете дать какие-то свои советы? Да, конечно Я просто слишком много всяких разных вещей делаю Не доходят руки И я хочу, на самом деле, написать какое-то количество еще книжек По Сунзе, основываясь Вот «Искусство, например, завоевания мужчин женщинами» Вот для женщин такую книжку, значит Или, наоборот, «Искусство победы» Вот в каких-то войнах межлокальных между людьми Но самое главное искусство побеждать Это искусство побеждать самого себя Я вот, честно говоря, когда подписываю эти вещи Что-то и побеждать другого Опять, да, вот с Дзину я обращаюсь Это, конечно, сила, вот победить себя Это настоящее Это уже будет Ваша книга, да? Да, ну, у меня много моих книг тоже, знаете Помимо вот этого Сунзе И по Сунзе тоже там есть у меня кое-какие разработки Да, это будет моя книга, но которая основана полностью на логике И на понедельном аппарате того, что изложено в этой книге Бронислав, Вы мистик Встреча с читателями у Вас проходит 20-го, 2-го, 20-го Символизм даты Вы думали об этом, когда назначали встречу с читателями Именно в сегодняшний день? Спасибо Я точно совершенно не мистик Я такой жесткий, циничный, мистический прагматик Знаете, какая штука И встреча для меня проходит Она точно не 20-го, 20-го, 2-го, 20-го Она проходит в 30-й день Значит, первой 60-дневки Значит, 37-го года Начало цикла, которое начинает 24 года Второй половины цикла Потому что половины неравновесные Значит, в 60-летнем цикле Он состоит, с одной стороны, из двух А в том суть цикла Он состоит, с одной стороны, из двух тридцаток А с другой стороны, он состоит из двух половин Одна из них половина Я знаю, о чем я говорю Составляет 36, 4 раза по 9 А вторая составляет 24, 4 раза по 6 И вот, собственно говоря, вот сейчас мы находимся Вот здесь мы плаваем Для меня Я нахожусь в этом течении времени А не вот 20-20, 0-2, 20 Я, в силу того, что я еще и этот сочинитель Я и сам могу про это наврать Целый роман написать, в принципе, если надо Здесь вопрос бюджета И покупаем мы, или продаем Спасибо Хороший, абсолютно замечание Не могу не подхватить Сегодня 10% скидка У нас выкладка, соответственно, с правой стороны Не только сегодня суть цикла Чего только нет Вот это мистика, я понимаю Вот это, да Просто как-то в голову пришло Пожалуйста Добрый вечер Скажите, пожалуйста А почему завоевание мужчин женщинами? Это такой временной ход, да? Или это вот... Почему так? Не, не, а вы меня, наверное, не услышали Я сначала как раз сказал Я знал, что это будет Поэтому я сказал сначала Для женщин победа над мужчинами Я сначала сказал Я и такую, и такую напишу Симметрию Знаете, как у Миларат Павич Вот этот хазарский словарь Мужская версия, женская версия И скажите, пожалуйста А вот понятно, что спокойствие духа Это основа, да? Вот мир ощущения А как вот это спокойствие Чтобы оно не перешло в равнодушие? То есть, чтобы человек Продолжал испытывать яркость Своих чувств и яркость, эмоции, да? Но при этом действительно Сохранял спокойствие духа Вот как вот здесь найти баланс? Это очень такой красивый, стожный вопрос Вот я люблю мазать всякие штуки акрилом Знаете, такие Мне очень нравятся эти разводы чудесные Когда вот это вот Это налило, это налило Как плеснул на эту, как ее называется На холст или какую-то поверхность Но вот если ты начал там размазывать И добавлять, получается грязно История Не только когда-то вот Первое действие так Оп! А оно тебя опять двинет куда-то Ну вот это Поэтому яркость Яркость – дело хорошее, несомненно Понимаете? Но с другой стороны Ну, видите, вот моя точка А что здесь вообще может быть яркого? Ну жизнь да и жизнь Сколько их уже было Сколько их еще будет Посмотрим Умрем, разберемся Такое дело А время придет Умрем не хуже других Курсив мой Умрем, разберемся Я запомню Еще вопросы, пожалуйста Конечно Да, вот Такого рода вопрос Вот в этой же книжке В предисловии Лоренса Фридмана Скажено, что У искусства войны Конечно Искусство войны, конечно Имеет свои недостатки Один из них Это морально Превозносить безжалостность И хитрость И в то же самое время Вы в первой главе Вот именно в этом переводе Так трактуете путь Да? Что ставите на место Первое – это путь Или система нравственных ценностей Так что же такое нравственность По-вашему у Суньзы? Что такое ценности? Это же любимая фраза Тоже цитата из Суньзы Что война – это путь хитрости И обмана Да? Вот это Ну, путь хитрости Как таково? Война – это путь хитрости На войне Если идет силовое взаимодействие По поводу каких-то ценностей На которые претендуют Обе стороны Да? Без хитрости нельзя Моральные принципы Нравственные принципы Я думаю, что В настоящее время Есть у каждого Свои оттенки Этих нравственных принципов Потому что Что касается Китайского пути Нравственных принципов То там, значит Говорится О пяти Нравственных чувствах Это Чувства такие Это Доброта Порядочность Вера Совесть И разумность Собственно говоря Но Ни один из этих Как бы нравственных принципов Не работает в отдельности То есть Вот то, о чем я говорил Здесь ранее Что не бывает у тебя Отдельно Доброта Она уравновешивается Совестью обязательно Знаете Понимаете А порядочность Разумностью Как таковой А в центре Находится вера И умение держать Равновесие И умение Вот в этом самом конфликте Не переступать Некую грань Да? Вот это Удерживать равновесие Вот оно И создает Нравственность Потому что из Что называется Из того Что я себе Надумал Какой я Вот нравственный Такой Ты нравственным Не станешь Понимаете А тебе потом Как что-то Разгневало Вот это Что-то наделало А потом Все же Жалей Что ты сделал Да? Когда ты На войну Пошел Поэтому Конечно же Война Выигрывается Не на поле Битвы Война Всегда Выигрывается Правильно Я еще раз Повторяю До того Как она Началась А книга Это книга Видите Что-то Это В других Книгах Китайских Говорится Что Буквами Ты не Выдашь Истерпывающий Звук А словами Ты не Выразишь Истерпывающий Мысль А мысль Не выразить Истерпывающий Образ У тебя У тебя Одновременно Происходит И В любом Случае Конечно Нет Высшей Ценности Чем Самопознание Если ты Что-то Про себя Знаешь Про себя Знаешь И ты Умеешь Себя Вовремя Остановить Я не знаю Вовремя Ускориться Вовремя Замедлиться Тогда У тебя Если вы еще Запомнили Я сказал Что Конечно Лучше Всего Выигрывать Войну Без войны Вообще Ну какая Война Я не знаю Ну и так Все Какие-то В моем Определении Мы Люди Мы Люди Мы Люди Существа Трогательные Убогие Забавные И очень Нелепые Вот я так Себе вижу Про нравственность Еще Вопросы Да Расскажите Ради Бога Бронислав Брониславович Я хочу Поблагодарить Вас За прекрасную Книгу Суньцзы Вот И искусство Управления Миром Это вообще Книги То есть Просто Колоссальные Они В применении Просты Их реально Можно перенести На Картину Мира Что В общем-то Мы и стараемся Сделать И я хочу Поблагодарить Такие Прекрасные Трактовки Этих Замечательных Текстов Огромное Вам спасибо 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 за добрые слова Как говорится В моем Любимом Анекдоте Это значит Наверное Просто повезло Мне Так получилось Случайно Хороший Анекдот Кстати Добрый вечер Меня зовут Иван Я хотел В первую очередь Также Поблагодарить За Лао Цзы За книгу В одном интервью Вы сказали Что она Вам жизнь спасла Простя Я могу Чуть скромнее Сказать Что она Запустила Какие-то Изменения Несколько лет Назад И они Продолжаются А вопрос Мой Следующим Как я понимаю Каждый день Это Война Тебя Самого С собой Но не получается Выиграть Все битвы И вот Когда нет Нет Да и возьмешь Что криво лежит Когда нет Нет Но и подумаешь Что-то о другом Нехорошее В такой ситуации Как бы Вы Советовали В соответствии С модельстве Древних Поступать Анализировать Перемалывать Забыть И идти дальше Спасибо А Иван Я бы посоветовал Знаете что Я бы советовал Если не получается Все битвы Выиграть Попробовать Все их проиграть Вот В этой войне С самим собой Уже вот Может Есть Смазылы Я вот Как-то С годами Все чаще Стал проигрывать Ну что-то Я так же столько Навыигрывался Я толку никакого Голова болит От этого Я не знаю Ноги плохо ходят Поэтому вот Это Будучи инвалидом Умственного труда Я сейчас предпочитаю Проигрыши Поражения Победам Блестящим И прочим Друзья Чтобы не было Неожиданностей Потому что Вас действительно много Мы сегодня будем Много книг подписывать Давайте наверное Последний уже Заключительный вопрос Вот кто Да Пожалуйста Здравствуйте Меня зовут Анна Я бы хотела Вас спросить Что Вы думаете О современной медицине Чего ей не хватает И может быть Как-то можно Совместить Мудрость Древнюю С нашими Возможностями Анна Вот про современную Медицину Я думаю Что ей не хватает Как раз Древней медицины Вот собственно говоря Все учения Не хватает Но совместить Вот этот вот Что ли Тип познания И совместить Китайскую Традиционную Медицину Или там Аюрбеду Или тибетскую Медицину Или какую-нибудь Амазонскую Медицину Современной Это на самом деле Не только задача Современного мира Современной науки Как таковой Но этот процесс Сейчас постепенно Происходит Просто он Бывает как-то Что вот это Жить в эту пору чудесную Вот уж не придется Не умение тебе Но опять же Что там Сколько раз живем Там посмотрим Что будет Вот я думаю Что вы знаете Я тоже хочу Вот это сказать Что я недавно Беседовал С одним китайским Человеком Которого я Спросил Значит Вернее мой друг Спросил Куда сейчас Стоит инвестироваться Говорит в Китай Он говорит Сейчас стоит Инвестироваться В китайскую Медицину Традиционную Потому что в течение 10-15 лет Оно займет Эта самая Медицина В мире Такое же положение Как и западное Понимаете Я вдруг подумал Что такие Да действительно Так и будет Потому что Ну сейчас Очень серьезные Процессы Происходят в Китае По этому поводу Что они работают Потому что В Китае же Вот это вот Своя традиционная Медицина Она же не перестает Существовать В Китае Вот китайской Традиционной медицине Что есть Чего нет В западной медицине А в китайской Традиционной медицине В первую очередь Учат Думать То есть там Врача Учат думать Ему дает Понедийный аппарат Очень точный Очень точную Систему Описания И это очень Сложные задачи Которые решает Китайский врач Чтобы определить Что же происходит На самом деле Вот Поэтому Вот как раз Не хватает Западной медицине Искусство Думать Борислав Ну и Напоследок Как всегда Сейчас Аплодисменты Обязательно будут Что дальше ждать Традиционный вопрос Какой следующий Может быть перевод Может быть тот самый Роман Про который вы говорите Что вы напишите Его обязательно купят И куча денег Можно будет заработать Что дальше Чем я сейчас занимаюсь А я сейчас Думаю Больше Знаете Я беру Любую стихи писать Мне нравятся Стихи писать А нет Он этот Ичаровский трактат Он у меня в работе Он давно Как бы его Он называется Будет О человеческой сущности Наверное О сущности человека А вот Может быть И он будет Есть еще В заготовках Огромное количество вещей Есть большое количество Переводов Которые там Находятся в редактировании Но это Много тысяч страниц Уже таких готовых Которые Поэтому вопросов О том Что я делаю Таких особенных нет То есть Там что-то еще Издательством Работать И работать Вот А мне Что Мне интересно Мне интересно Ну вот Беседовать Здесь с вами С людьми Общаться Друзья Вот теперь У вас были Заготовлены аплодисменты Самое время Аплодисменты Бронислава Виногрозову Конечно Аплодисменты Аплодисменты